Мне спрашивают, как защищаться от мышей. Я быстренько нашел эту фотографию, это стеклоткань. Я ей пользовался лет 15 назад, но я всего два или три дерева делал фотографии и все, на следующий год уже больше нет. То есть я говорил так, стеклоткань, мыши ее брезгуют, это стеклоткань, она дышит, она плохо промокает, а если обычно органическая ткань, например там хлопок, она намокнет и остается долго мокрой, а это нет, быстро сохнет и получается так, обмотали основание штамба, защита от мышей, раз, побелка, кто-то больше рад побелить, уже не нужна, белая ткань, защита от солнечных ожогов, два, если кто считает, что это опасность для них, вот, дополнительное утепление, три и все это выглядело, мне говорят, а как выглядит, окажется мало кто знает, вот мой ответ. Вот, ну а это что, еще одна защита от мышей, вот понимаете ребята, есть такое понятие, ну плюс на минус, ну что ты будешь делать, вот здесь мышей нет, конечно нет и моих любимых червей, здесь нет, вот это очень тяжелая земля, бедняга, кто если не я, да, эту фотографию я нашел случайно, мне она понравилась, земля очень тяжелая, но она все равно вся изрыта червячими ходами, те самые которые обеспечат, я сто раз говорил, черви нетронутой почве, это канализация, опять же это же, ну то есть осенизация, это вентиляция, это полив, вот, все это благодаря червячим ходам, почва, дерн, священно не тронутая, вот, все это ненужная работа, а единственный плюс, кстати, после этого воздухоснабжение хуже, одна из страшнейших ошибок, перекопаем, получим воздухоснабжение, это просто, ну вот кажется вам, ну вот кажется, ну как вас переубедить, я не знаю, вот, миллионы человек верят, что перекопав, уничтожены защитники главные, уничтожены муравьи, уничтожены дерн, уничтожены все, что я говорил, канализация, вентиляция, полив, все уничтожено, не улучшается кислородоснабжение, а ухудшается, страшно тяжелая работа, а единственный плюс, конечно эти бедные, даже жалко где-то, мы мышей, вот ПШ тут не будет, вот только вот это вот, вот, опять же какие-то плюсы на минусы, я ничего не скрываю, ой глоток, опять разговаривался.